Вы не представляете, какое у нас сегодня радостное событие? Вы видите? Ой, боже мой! Это, конечно, вообще... Мы вчера уезжали... Мы вчера уезжали за козленком, и я пропустила дневное кормление у козлят, и у нас осталось молоко 6 литров. Я варю сыр! Сейчас посмотрим... Варить я, конечно, буду, я сделаю по-быстренькому, просто брынзу. Ну, для кого-то это просто брынза, для меня, допустим. Это мой муж не знает еще, он уехал сейчас с утра. Угу. Он уехал, но для него лучший сыр из всех брынзов. Это брынза. Конечно, будет здесь немного из 6 литров-то. Ну, я обычно варила самая маленькая вот из 10, 10-литровая кастрюля, а так из 10, а потом я все лето варила на 25 лет. Сейчас я нагрею, добавлю сычужный фермент. Как раз посмотрю, годен ли он. Он остался у меня с осени. Попробуем просто на брынзе. А в следующий раз, я даже не знаю, правда, когда это будет... Я сварю качетку себе. Очень нужно качетку... Нужно... Очень нужно, потому что очень хочется качетку. Так, ну ладно, пока нагреваю. Сейчас фермент добавлю, потом побегу кормить козлят. Пока буду у козлят там минут 40, колье уже должно встать. Потом быстренько солью, положу в форму, я имею в виду, и побегу гулять с козами. Очень время у меня занимают козлята, кормление козлят. А мне нужно уже идти гулять с ними, с козами. Итак, посмотрите, мои уважаемые зрители, что у нас получилось. Вот, вы видите? Это называется чистое отделение. Посмотрите, видите? из прошлогоднего фермента. Ну, я рада, что сказать, я еще больше рада. Я и так рада. А сейчас я еще больше радовалась. Мы его берем, мы его берем и разрезаем. О, как папа у нас сегодня будет рад, когда приедет, что перед ним будет стоять уже его любимый сыр. Брынза самый простой сыр. Даже уже, видите, уже много она. И это не критично, это неплохо, как бы это вообще хорошо, нормально. Но сегодня жарко и я могла бы даже пораньше разрезать. Я пока была у козлят, но минут сорок точно я у них нахожусь. А видите, как быстро даже получилось. С такими дозами, с маленькими, даже теряюсь на 6 литров-то. Я никогда не делала такой сыр-то. Я люблю забабахать по 25 литров. Вот, а здесь... Так, я разрезала. Угу, я разрезала. Давайте еще порежем-то. Я ж не все разрезала. Так, я что-то от радости теряюсь и не знаю, что говорить. Это очень хорошо, что перед тем, как готовить... Какие-то сыры-то серьезные? Я попробовала. Мне, конечно, было интересно. А живые ли эти закваски, все эти бактерии, ферменты, да, которые остались у меня просто с того года. Это я осеньюми пользовалась. А покупала-то я их еще раньше. Вот вам вывод. Замечательно. Все замечательно. Все замечательно. Так, как и должно быть. Немножко помешаю. И по-быстренькому сейчас я это закину все в друшлаг. Потому что мне, ну, вообще... Я, как я говорила, одна. Занимаюсь всем хозяйством. Вот. Поэтому мне нужно... Подоила, покормила, напоила. И теперь мне нужно уже гулять с козами идти. Можно и не гулять. Там муж закупил сено, что еще хватит до лета. Но... Это понятно, что когда погуляешь, очень явно видно на несколько литров в молоке разница. Конечно же, как бы тебе не было неохота гулять, уж пойдешь. Я уже не говорю, что козочки восстанавливаются после окотов. Сейчас все худые. Кто-то два месяца назад родил. А кто-то несколько недель. Все разные. Ну и, естественно, молока явно прибавляется. Так, ну все, я помешала. Ну, брынза это самый топлив и простейший. Его вот так вот тяп-ляп, тяп-ляп по-быстренькому. До каких градусов нагрела, до таких и нагрела. До каких градусов получилось нагреть, до таких делах разумного, конечно. До 42. Допустим, от 38 до 42 вообще не критично, да? Нужно, конечно, градусов 38-40. Вот так. Я обычно нагреваю и добавляю фермент. Все, сейчас я буду перекладывать. Здесь не надо ни повторных нагреваний, ни тщательных вымешиваний по полчаса. Я даже раньше делала, вообще не вымешивала. Нет у вас времени. Все, шлепнула это все в дуршлаг и все. Слила прямо из кастрюли. Мне некогда аккуратненько перекладывать. Обычно я, ну, не этой штучкой, а такой ложкой-то дырявой большой перекладываю. Вот я все делаю сейчас по-быстренькому на данный момент. Поверьте, он от этого менее вкусный не станет вообще. Сыр. У меня остался только... Ой, большой, конечно, дуршлаг такой. Но раньше у меня был такой пластмассовый дуршлаг на подставочке. Точно такой же большой, но он у меня сплавился. Я его сплавила. Забыла. Что-то я не помню. Козлятым, что ли, что-то разогревало. Что-то. Молоко разогревало, наверное, на водяной бане. В общем, я его сплавила. Но это не проблема. Мужу скажу, он-то быстро для своей брынзы купит приспособление. Если этот просто такой вот железный. Вот, видите, обычный. Но он большой. Я не знаю, на сколько он. Литров большой, конечно. Но у нас все больших размеров, да? Как вы уже поняли, кто смотрит нас. И тот был такой пластмассовый, красивый. И с рисунком дырочки там в таких... В общем, он был красивой формы. Вы понимаете, о каком дуршлаге я говорю. Такие пластмассовые, красивые, всякие с рисунками. И еще которые ставятся на подставочку. Но вообще не суть. Вообще. Вот видите, это можно сделать в любом дуршлаге. Да можно продырять любое ведерочко. Но как-то брынзу я делаю. Уже сказала 10 раз, что это самый простецкий, самый быстренький сыр. И вкусный. Но он вкусный. Все, я его сейчас даже... Сейчас переверну и покажу. Все-таки я переложила сыр в другой дуршлаг. Ну, такой страшненький я нашла. Ну, нет у меня пока. Ну, привезет муж, я ему скажу. Потому что вот в этом он просто прорезается туда в дырки. То есть, понимаете, это мелкая сеточка. И тоненькие-тоненькие тут эти миллиметровые прутики. Он просто прорезается и продавливается туда. То есть, я пока приду с козами погуляю, он у меня будет тут половина висеть. В общем, такой дуршлаг, да, он негоден. Так, течем. Утекаем. Вот так. Сейчас еще раз переверну. Ну, потом штаммировалась головка, чтобы вот этот край был красивый. И пока он будет так стекать. А потом я приду и поставлю под какой-то пресс. Ну, страшненький. Он страшненький. И он не хороший. Там просто на дне несколько дырочек. В общем, такой, я не знаю. Ну, это какой-то старый-старый. Я даже не знаю, откуда он у нас. Это какой-то еще советский времен такой крепкий. Видите, он так выжил. Я туда-сюда, туда-сюда с этим сыром все-таки достала ведерочко. Видите, это не какая-то покупная дорогая форма моя. Это простое ведерочко, в котором я начинала делать качетку. Потому что здесь, видите, только несколько дырочек. И сыворотка, она как-то не стекает. Она наверху собирается вот в этом дуршлаке. Поэтому я достала все-таки ведерочку, чтобы такая головка сформировалась. Сейчас он усядет еще. Ну, тут 6 литров. Тут, господи, мало. Все. Сейчас чем-нибудь я прижму еще и пойду. Почему я тараторю? Я очень спешу. Мне уже нужно идти гулять козами. А то иначе пока мы погуляем, уже придем здесь уже обед. Тут народу полный дом. А вот здесь, видите, я просверливала гвоздиком. Естественно, горячим гвоздиком эти дырки делала. Все. И здесь он будет стекать нормально. Показываю, как пользовалась я этой формой, когда нужен был небольшой пресс. Вот. Муж мне вырезал из USB. USB. Как она называется? Не знаю. И когда нужен небольшой пресс. Небольшой, большой. То есть по форме вот эта штучка у меня, они есть разные. Крышечки такие. Естественно, я ее положила в пакетик. Ну, потому что понимаете, USB это оно быстро промокнет, разбухнет. И меняю просто пакетики каждый раз. Все. И сюда я могу, ну, какой-то небольшой груз поставить. Потому что брынзу совсем... Я вам не даю сейчас пошаговый рецепт. Ну, я не знаю. Мне кажется, это такие простые вещи. Но если кому-то нужно будет, я объясню потом. Не знаю. Мне кажется, уже брынзу готовят просто на каждом углу. Готовят и в деревнях, готовят и в городах. Так. Все. И видите, какая уже получается. Потом я переверну это. То есть такой сформировавшийся сыр у меня будет. Но для брынзы уже, как я сказала, что нечего так заморачиваться. Брынза хорошо очень делается в дуршлаке. В дуршлаке. Ну, все. Ну, теперь-то я уж точно, точно побежала с козами гулять. Вот видите, все-таки еще не убежала. У меня как-то спрашивали в каком-то сыре, чтобы я показала, как я прессую, как я делаю. Ну, естественно, интересно, да, как люди выходят из такого положения подружными средствами, когда нет дома специального оборудования. Вот как. Видите, я могу, в принципе, поставить сюда такие диски от гантелек. Я всегда в том году прессовала. Там они есть по килограмму, по полтора килограмма. Есть там поменьше, грамм по пятьсот. В общем, такие. Вот. Но их, опять же, где-то надо доставать. Я что-то сейчас это взглядом окидываю. Да вообще неважно. Все. Я поставила вот так для брынзы. Этого хватит. И она у меня замечательно. Там все стекает. Сыворотка. Поменяла, правда, друшлаг. Тут, ну, вообще не подходит. Тот весь к собоке. Вот. Поставила этот. И сыворотка стекает в емкость. Ну, это уж совсем для тех, кто... Ну, есть же такие люди, которые только начинают, которые никогда в жизни не готовили. Вот. Вот. Вот как мы выходим из положения. Вы видите? Вот так и выходим. Что угодно ставите. Банку с водой наливаете. Бутылку с водой. Что есть у вас? Вот у меня стояло... Стояло масло. Я поставила сюда масло. Я побежала. Так. Вот у меня получился сыр. Сейчас взвешу. Ну, конечно. В камере это прям огромный кусок. Сейчас взвесим. Давай. Привет. Привет. Почему? Почему? Ты что показываешь? Вот так. Вот что получилось. 1,52 кг. Но было вот прямо не ровно 6 литров. Мне кажется, где-то было... В одном банке было поменьше. 2,800 где-то. Может быть, я думаю, 5,800. Сильно я его не прессовала. Если бы, конечно, еще его отпрессовать, там еще вода выйдет. Из него навела рассол. Для брынзы навожу рассол не 20-ти процентный. Что значит 20-ти процентный, как для обычного сыра? Берется 1 литр и на литр 200 грамм соли. Отсвечивает. Видите? Не такая же желтая. Это как камеру повернешь. И отсвечивает. И я здесь уже навела соль, поэтому вода такая мутная. Так вот, я навела 400 грамм на литр, потому что брынза, она должна быть соленая. Все, кладу. Ну, 1 килограмм у нас получился. 6 литров. Да? Хороший выход, мне кажется. Угу. 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 Так, все. Вот такой вот формы он. Ну, из ведерочка. Так. Вот и все. И пускай он здесь у нас плавает. Сейчас он полежит, не знаю сколько часов, сколько-то полежит на одной стороне, а потом я его переверну на другую сторону. Часа два-три полежит вот так вот. Ну, вот наконец-то у меня получилось первый раз в этом году, в этом сезоне сделать брынзом. Почему получилось? Ну, молока же у меня нет, я попаиваю козлят. Все. Молоко уходит на выпивку козлят. А вчера мы уезжали и... А, я же еще не показывала. Зачем мы уезжали, за кем мы уезжали и кого мы привезли. В следующий раз я покажу. Ну, и то есть получилось мы сэкономили. Мы уезжали и день нас не было. И днем я одно дневное кормление пропустила. То есть козлят не кормили. И у меня осталось 6 литров. Я быстрее, конечно, стала делать сыр. Поскольку у меня муж очень любит брынзу, но я уж решилась в самый первый раз приготовить ему брынзу. В смысле, в самый первый раз для начала в этом году. Вопрос. Я думаю, не одну меня терзает этот вопрос. Я думаю, еще многих людей интересует, а можно ли использовать прошлогодний фермент? Сычужный фермент. Вот. Последний раз я делала сыр в октябре. Делала я сыр в октябре. А покупала я сычужный фермент когда-то летом. Я даже не помню когда. А сделали его еще раньше. Я здесь пытаюсь найти дату, срок годности. Здесь даты даже нет. Она не указана. Очень интересовал этот вопрос. А можно ли? А получится ли? Да. Было бы очень жалко, если я дождусь большого молока, скажем так. Ну, понятно, да, что значит это выражение. Когда у меня уже будет в моем доступе для меня много литров молока. Если я набухаю целую кастрюлю 25-литровую, в которой я обычно варю сыр. Ну, как-то будет жалко, да. Если это не получится, жалко будет и 10 литров молока, и 5 литров молока. Поэтому пока у меня было немножко, там 6 литров, и я попробовала, что было делать. Больше ничего не оставалось делать. И, как вы видите, замечательно все получилось. Причем получилось даже очень быстро. На улице было жарко, дома тепло, естественно. Колье встало хорошо. Разрезала все на кубики, на сырные. Вообще замечательно. В общем, все хорошо получилось. Делаем выводы. Пользоваться прошлогодним ферментом вполне можно. Но пока вспомнила, а то бы сейчас забыла. Все это время он у меня находился в холодильнике. Сычужный фермент. То есть, как я только получаю его, естественно, я его заказываю, покупаю. Фермент. Как только я его получаю, я его отправляю жить в холодильнике. Пока я пользуюсь им. То есть, пока я готовлю сыры, все лето, осень, он у меня стоит в холодильнике. И потом, когда я перестала им пользоваться, больше я не делала сыры. Рафаэля. Прошу прощения. Мы сами испугались. И когда я перестаю делать сыры, естественно, я его потуже закручиваю и ставлю туда же. В общем, он обязательно у нас хранится в холодильнике точно так же, как и хранятся у нас закваски. Вот у меня еще один вопрос остается открытым. Но это до тех пор, пока я буду делать самую первую мою качету. Опять же, в этом году, в этом сезоне, когда я начну пользоваться заквасками, естественно, я это увижу. Хотя я думаю, они у меня точно так же хранятся в холодильнике. Я думаю, все это тоже сгодится. Я думаю, они не испортились, они не умерли, эти закваски, эти бактерии. Я думаю, все у нас получится. Сыр, ну, естественно, был просто замечательным. Уже был, уже в прошедшем времени. Потому что он, как часто у нас вообще бывает в нашей семье, он не успел не то чтобы созреть, он не успел даже просолиться. То есть он побыл в рассоле даже, наверное, около часа. Не больше, но не успел он. И к нам приехали гости, это Максим с Женей. Ну и мы начали этот сыр. Но все равно он очень вкусный. Так что, начинаем готовить. Смело достаем свои прошлогодние ферменты, закваски. И, хотела сказать, плесени, но не могу утверждать. Хотя, да, нужно потом будет, естественно, у меня остались много плесеней. Я закупала и голубые, и белые. Надо попробовать. Да. Интересно же знать. В любом случае, мы смело достаем свои ферменты прошлогодние, закваски и начинаем готовить сыры. Это для тех, у кого есть уже свое молоко. Я пока себе позволить такого не могу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.